Добрый день! Сегодня 23 июля 2019 года, и я рассказываю о своей поездке во Флориду. Это была третья моя поездка во Флориду. Первая была совсем маленькая. Потом мы ездили с Ленусей в Дайтона Бич, и вот в этот раз я ездила в Дестин. Причем я даже не посмотрела на карте, где это находится. И когда ребенок приехал меня забирать, она говорит, мам, так удивительно, что в Атланте время такое же, как у нас в Кентаке, а в Дестине такое, как у тебя в Оклахуме. Я даже не сообразила сначала, почему так может произойти, пока на карту не глянула. Потому что для меня Флорида всегда был вот этот полуостров. И как-то обратить внимание на то, что там еще участок достаточно большой вдоль залива, достаточно большая территория, даже никогда внимания не обращала. Вот как полезно привезти в совсем другой город, где ты раньше никогда не бывал. То есть моему ребенку будет очень удобно туда ездить. Это буквально 4 часа, а они будут жить еще немножечко южнее, выбирают себе место там. То есть вполне возможно, что за 4 часа будет это расстояние перекрывать. Можно на выходной вот так съездить. А этот выходной был запланирован заранее, несмотря на то, что у ребеночка день рождения был в середине недели. И это была причина того, почему мы туда поехали, чтобы вместе с мужем отпраздновать день рождения. А он уже приготовил подарок. Он купил отель на две ночи в этом самом Дестине. И это был отель Хинтон. Я как-то внимания не обращаю, где жить. Очень часто выбирала места даже, когда ездила одна и с подружками, выбирала отель исключительно не очень дорогой. Самое главное, чтобы удобная локация была. Потому что в отеле все равно только ночуешь. Платить бешеные деньги за то, что там переночевал, я считала неразумным. А вот когда мы с Ленусей были в Дайтона Бич, вот для того, чтобы пройти к нашему отелю, нужно было пройти мимо отеля Хинтон. И она тогда говорила, вот бы когда-нибудь пожить в таком отеле. Он дорогой. Он дорогой. Я не знаю, какие дороже отели. Но вот этот очень популярный, широко везде распространенный и дорогой. И его дороговизм определяется еще и тем, что в нем живут люди, которые в командировках. То есть приличные фирмы считают для себя неприличным посылать своих сотрудников в недорогие отели. Они живут в дорогих и чаще всего в Хилтоне. В связи с тем, что наш зять последние два года очень много летал в разные штаты и проживал в этих отелях. И сейчас вот он уже второй месяц живет в Атланте, ездит домой или летает домой на выходные только. У него набрались поинты. И он нам купил две ночи за тысячу долларов подарок для жены. Причем она-то возмутилась. Где ты такую цену нашел? Я заглядывала, там дороже трехсот нет. То есть то же, что у нас было с нашим последним отелем, когда Женя купил за четыреста почти пятьдесят или четыреста восемьдесят. Я уже не помню, я вам показывала этот формуляр на нашу четырнадцатую годовщину свадьбы. А мои зрители говорят, да нету таких цен, что ж вы в уши-то заливаете. Вот и он тоже говорит. Это написано триста. А когда начинаешь оформлять, там тебе говорят, ой, у нас очень особенные выходные, поэтому цены вот такие дорогие. Будьте любезны, их и оплачивайте. То есть вот за тысячу долларов две ночи он нам предоставил, а ребенок, зная, что это не из кармана деньги, а на поинты купленные, она говорит, а где правдичный подарок? Это просто проживание. Значит, он мне пожаловался, говорит, ну как не подарок? Это же дорогой, хороший подарок. С выездом на море, с отдыхом совсем на свете. Ну, поскольку она настаивала на том, что можно потрогать, и хотела она новую таблеточку. У нее старенькая уже изнашивается, и она не стала ее покупать просто так, с тем, что будет же день рождения, надо же что-то придумывать, что дарить, пусть купит. И он ей подарил уже не саму таблетку, а подарил гифт-карт с тем, что выберешь то, что тебе будет по душе, и в том месте, где тебя устраивает цена. Я тоже привезла ей просто денежки с тем, что ты уже смотри, как тебе лучше ими распорядиться, либо на себя любимую, либо на бизнес. Потому что мы же вот в Атланте-то ездили в четыре, по-моему, разных места для того, чтобы уточнить, вот может она работать или не может она здесь работать. И если может, то какие пути надо пройти, и там кое-где надо платить, и за лицензии, и за то, за все. То есть я тоже привезла денежки, думаю, что наша звезда осталась довольная. А я немножечко о Дестине хочу рассказать. Мне очень понравилось, очень понравилось, лучше даже, чем в Дайтоне. Во-первых, песок просто белоснежный, просто белоснежный. И сами американцы его называют Sugar Sand или Sugar Beach. То есть сахарные пляжи, сахарные пески. Они на самом деле такие белые. И когда мы только подъезжали с девочкой еще, и уже видны вот пляжи, я говорю, боже мой, я никогда такого белого песка не видела. Ребенок вспомнила один из островов где-то в Карибском море, в котором тоже белоснежные пески, но не такие белые, как здесь. Когда дождичек прошел, это Флорида, дождь идет достаточно часто, этот песок напоминает вот подмоченный сахар. Вот когда вы сахар заливаете водичкой, небольшим количеством с тем, чтобы куда-то там добавлять, он становится вот такого цвета и этот такой же. Я почему говорю о дожде, потому что мы попали в первые два дня, было и облачно, и были дождички. Причем в первый вечер дождичек был прямо такой холодненький, что мы удивились, что во Флориде и холоднее, холоднее, чем у нас в Оклахоме и холоднее, чем в Кентаке. То есть в Кентаке у них вообще какая-то жуткая жара. Вот ребенок мой рассказывает свои впечатления, у них значительно жарче, чем у нас. И когда Женя ругал Атланту, он говорил, что ой, да там и душно, и там вы мокрые всегда. Но уже мокрые в Атланте мы не были, нам очень понравилась та погода, которая там была. А во Флориде-то уже ждешь, что духота будет, влажность же вон какая. Было очень хорошо из-за того, что облачно, и ветерок с моря, ветер с моря дул. То есть было замечательно. И мы в первый вечер пошли покушать и в бар, и я захватила с собой куртку из машины, потому что прямо вот так вот прохладненько было в июле-то месяце. По поводу покушать и бар, я вот так уже оговорилась, по этому поводу скажу. Зядь тоже выбрал место, где мы будем кушать, и сказал, вот хвалят, что вот это самая хорошая еда, а недалеко от этого места очень хорошая музыка. Поэтому давайте пойдем сначала поедим, а потом уже пойдем в бар, будем пить и слушать музыку. Мы когда пришли в ресторан, он называется шаг. Я сняла их меню, потому как мы на следующий день туда пошли. Причина, почему мы все-таки пошли туда, в том, что мы зашли, а люди сидят и ждут, когда их пригласят кормить. И очередь была 2 часа, а мы уже к 8 часам только туда добрались. А после 9 они не записывают. То есть нас бы еще записали, но мы бы сели в 10 часов есть. Чего же ждать еды-то? Мы ушли, но решили, что раз народ сидит и ждет, значит, на самом деле место хорошее. И мы пошли туда полдникать на следующий день и заказали хороший очень дип. И я настояла на том, что увидев, что есть ведро с крабами, с креветками, с картошками, с сосисками и с улитками. Ой, давайте закажем ведро. Люблю очень, когда такое есть удовольствие. И там написано было, что оно для двоих это ведро. Я помню, мы с Леносей тоже такое ведерко брали. Мы раза 2 или 3 ходили в тот ресторан, где это можно было съесть. И нам хватало вот на двоих вполне достаточно, но только на двоих. На двоих девочек причем. А здесь-то мы вот взяли еще закуски перед этим, что поделим потом на троих ведро. И ведро было огромное, очень хорошее. Столько было крабов, как никогда я нигде не едала. Поэтому в последний день тоже перед отъездами я говорю, пойдемте ведерко закажем. На всех троих уже одно ведерко, потому что мы с него наедаемся. Я вам дам название этого ресторана. Если будете там рядышком, заходите. Не знаю, как другая еда. Мне дип понравился. Он тоже был, по-моему, крабовый дип. Хороший. А эти-то я не люблю американские штучки уже. Но выберите, может, что-то, потому что народ очень хвалит. А в первый вечер мы вынуждены были остаться без ужина, но решили, пойдем в бар. Там все равно всегда, помимо напитков, есть какая-то еда. Как правило, это джанк-фуд. Но все равно голодные не останемся, поедим. Вот бар я вам не буду давать адрес. Мне абсолютно не понравилось. Тем более после дождя очень много было мест мокрых и невкусно. И музыка не та, про которую я бы сказала, ой, там хорошая музыка. Наверное, молодежи понравится, американцам понравится. Я никак это удовольствие не оценила. А погода просто нам улыбалась. Два первых дня было очень облачно. И я камеру с собой не брала, кое-что сняла. Вот на телефончик. И вода первые два дня была зеленоватой. Я даже там показываю, что вот такие маленькие сеточки, зелененькие, маленькие зеленые сеточки по воде есть. То есть вода зацвела. А в третий день выходим, а она абсолютно чистая. Но просто чудо природы. Все равно это должно во что-то превратиться или куда-то деваться. Абсолютно чистая вода уже. Но я не брала с собой телефончика. Я вот один раз специально взяла, прошла. Причем недалеко по берегу, чтобы снять вам шум моря и небольшие окрестности. Просто наслаждались. Вода теплая, песок белый. Вода в последний день была кристально чистая. А вечером второго дня, то есть в субботу, мы пошли есть уже рядом со своим отелем. Обычно на море много-много ресторанчиков. И они очень хорошего качества. Я была абсолютно не голодна после нашего ланчика, после которого времени прошло очень много. И поэтому я заказала себе столько супчиков. А детки поели. И ни то, ни другое блюдо им не понравилось. И мы решили, что мы туда не пойдем. Я, наверное, не назову вам этот отель. Но кто там рядом будет? Большущий, большущий такой двухэтажный. И они, видимо, рассчитывают на то, что по разу-то все равно люди придут, а то, что второй раз не придут, оно нам уже не надо. То есть никакого удовольствия не получили. Мой суп был неплохой, но такая маленькая капушечка была. То есть я не стала заказывать боул, я заказала только кап. И я была удивлена этому размеру. То есть меньше капа я вообще никогда нигде не видела. Ну, а деткам еда не понравилась. Я знаю, что они заказывали капа с рыбой. И рыбы тоже никак не могли найти. Там буквально парочка полосочек рыбки была. То есть это овощное так, а никак не рыбное, на что претендовало меню. То есть вот туда-то точно ходить не надо. А погода была замечательная. На следующий день выглянуло солнышко так прямо хорошо и стало припекать. И мы немножечко загорели. Ну, хотя и в тени же там тоже очень хорошо загораешь. Я просто очень сильно смазываюсь. Я не позволяю своей коже обгорать. У меня такая кожа, что она ровно не загорает. Она только сгорает. Надо постепенно, 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 очень долго. Вот такая раз замечательная поездка у меня в этот раз была. Совершенно неожиданно. Я благодарна деткам, что они меня пригласили. Вот так хорошо меня побаловали на день рождения моей дочери. И Наталья звонила и поздравляла. Именно меня, что Галя, рождение ребенка – это праздник мамы. Я с этим абсолютно согласна. Это та работа, которую мы проделали. И детки для меня тоже такой праздник создали. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Ой, про акулу забыла сказать. Сейчас напишу. Пока-пока.